Лучшее в стране На самом деле обводил прям даты, считал числа Думаю, ну когда же придет Лиза, чтобы мы могли задать ей все наши вопросы Кстати, секундочку по поводу вопросов Друзья, если у вас будут вопросы А у вас наверняка будут вопросы, пожалуйста, присылайте их в группу ВКонтакте Во-первых, и ватсапаймер плюс 7909-928-189 Лиза с большим удовольствием на них ответит Да, да, я такая Я хотела рассказать о том, что у нас в гримерке состоялась потрясающая такая беседа Лиза говорила, я сегодня утром просыпаюсь и думаю, где найти мотивацию, чтобы выйти На улицу На самом деле ежедневный монолог, мне кажется Внутри черепной коробки каждого человека Надо ли вставать? Слушай, а вот ты действительно... Я считаю, что ничего плохого нет, когда человек сам с собой разговаривает Я всегда так делаю регулярно А у тебя вот эти внутренние диалоги, они часто случаются? Я, когда, например, я должна сконцентрироваться на чем-то Потому что я очень рассеянный человек Если мне надо быть собранной И в кратчайшие сроки, например, за 15 минут Собрать чемодан, что я, кстати, умею и практикую Молодец! Я все проговариваю вслух У меня есть своя система поэтапного сбора То есть я проживаю в голове, перематываю все этапы пребывания в точке отправления То есть если это гастроли, чаще всего это гастроли Я прям проговариваю каждый шаг И все, что мне для него надо, складываю в чемодан Работает безотказно, кстати Мне кажется, тебе нужно прям, знаешь, ну, либо методичку, либо какой-то тренинг вести Как собрать чемодан за 15 минут? Потому что это навык, он доступен всем Лиза, а по поводу погоды, скажи, ты теплолюбивая девушка вообще? Да, я теплолюбивая девушка И я метеозависимый человек Мне кажется, все мы чуть-чуть метеозависимы Ну, я точно Кто уже в возрасте, не будем показывать пальцы Тебе, конечно, посильнее, чем некоторые Не знаю, у меня никогда это от возраста не зависело Я с раннего детства всегда реагировала на погоду То есть у меня действительно важно, чтобы пригрело солнышко Понятное дело, что когда оно тебе в окошечко постучалось Ты уже замурлыкал, заулыбался А вот в это серое межсезонье достаточно сложно я себя по частям собираю Слушай, ну ты вот сказал такую фразу, что ты рассеянная, да? Да На самом деле у нас каждый раз, когда мы берем такую тему в эфире Рассеянный ли вы человек, все время приходит огромное количество смешных историй У тебя есть какая-то смешная история на тем, ну, может быть, ты в тапочках уходила на работу? Это, кстати, мой страшный сон, который очень часто повторяется Правда, мне снится, что я обнаруживаю себя в каком-то очень серьезном месте Где все под расходу в каких-то, например, тапках Прям в тапках или босиком почему-то И я понимаю, что я забыла переобуться И испытываю почему-то страшный неподдельный ужас по этому поводу Хотя в жизни я бы не особо расстроилась, я бы поржала Ну да, если, допустим, ты босиком и у тебя новый педикюр Прям ура, товарищи, смотрите Ну и в целом я не так расстраиваюсь по поводу каких-то... Ну, то есть мне не страшно быть смешной в жизни, а во сне прям очень страшно Друзья, мы прямо сейчас прервемся Напомним, в гостях у нас потрясающая елка И вы с нами ближайшие минут 40 Это замечательно и прекрасно Мы к вам вернемся через несколько минут Будьте здесь Слушайте, а мне очень понравилось, как сейчас исполнял песню Алексей Воробьев Твоя прописка в моей квартире Лиза, прописывайся у нас Вот прям будь у нас всегда Мы с тобой очень приятно Мы готовы не отпускать тебя Очень опасное предложение, потому что иногда Я остаюсь Ну а что, у нас места много на самом деле У нас еще даже по соседству студия откроется с Нового года И там прям можно разворачиваться, вещи свои оставляются Да, мы об этом Лизе уже говорили Слушай, ну в промышленных масштабах, скажем, вопросы В твои адрес Смотри, вот Лиза, у вас очень интересная тактика ведения Инстаграма Это правда Ну то есть никогда не выкладывайте очень много фото Ничего лишнего, короче, все по делу Почему так? Почему вот, например, не снимаете много сториз по 15 штук в день? В общем, сетует на то, что мало у тебя всего там материала Ну потому что я... Хочется побольше людям Вообще, Инстаграм это такая тема для меня весьма компромиссная Потому что, с одной стороны, конечно же, мы все зависимы от лайков И достаточно неправильно это отрицать Я бы врала, если бы говорила, что ну что вы мне И все равно Мы все хотим, чтобы нас обожали Отлайкайте мою фотку все немедленно С другой стороны, я достаточно закрытый для публичного человека персонаж Мне... ну то есть я освещаю достаточно однобоко свою жизнь Я с радостью делюсь всем, что связано с музыкой И все Вот так Да, все остальное у меня достаточно Ну то есть я очень оберегаю свою... Свою жизнь Жизнь, которая никак не перекликается с моей профессией А ты внимательно следишь вообще, ну там, за количеством подписчиков Там вот свою фанатскую базу, да? Ну то есть у меня есть... случился миллион подписчиков в инстаграме Они пришли ко мне все по одному Я буквально каждому из них руку жала Я всех их очень... ну я всех очень ценю Но я вам скажу, что я еще и строгий человек Ну то есть я строгий артист Но у меня строгие правила в социальных сетях Поведение? Да, 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 которые я устанавливаю Я считаю, что это мое болоце И тут я правлю бал У меня нельзя ругать других артистов Ни в коем случае То есть у каждого из нас есть реально мнение Есть у каждого из нас И это не всегда значит, что это мнение Прямо необходимо взять И высказать Ну то есть с ним надо учиться жить То есть не всякое мнение должно быть озвучено Я искренне в это верю То есть у меня все про добро, любовь и про дружбу Я очень не люблю склоки Я очень не люблю, когда артистов друг с другом сравнивают Наша профессия в принципе связана с этим Но мне это немножечко прям Я верю в то, что все мы отдельные Все мы уникальные И нечего нас под одну гребеночку Слушай, ну вот ты Кто? Кто будет? Ну я хочу спросить Все хотят спросить Слушай, ну вот ты говорила, что практически каждому подписчику Жала руку, всех заметила Всех приуметил Ну это я, конечно, гиперболизирую Ну смотри какой момент То есть у тебя нет такого, что твои вот реальные друзья из твоей реальной жизни Там тоже пишут комментарии, какие-то личные свои приколы Этого нет Это больше все-таки площадка твоя как артист Нет, почему там все на свете мне пишут То есть все-таки это то место, где встречается твоя и реальная жизнь, и виртуальная по сути Ну там реальная достаточно мало, честно Ну как бы я же певица по-настоящему Я работаю певицей, это я не притворяюсь Я просто пытаюсь понять Были ли какие-то твои друзья, которые раз так и в комментариях ненароком какую-то тайну выболтали Нет Молодцы А у Лизы хорошие и правильные друзья Они знают, что можно, а чего нельзя Ну какая может быть у меня тайна Ну ты же загадочная Страшная тайна Я не говорю о личной жизни Это не значит, что это тайна Просто это та тема, которую я бы никогда не хотела делать новостью и событием Потому что я верю в то, что мои новости, главное, это мои песни Если песни человеку не интересны, то в принципе нечего мной интересоваться вообще Ну это правда на самом деле, в этом есть доля истины Доли, но есть все равно Друзья, у нас в гостях Ёлка Мы к вам вернемся совсем скоро Лучшее в стране На телерадиоканале Страна.ФМ Итак, еще раз всем здравствуйте Телерадиоканал Страна.ФМ Влад Кутузов, Валерия Майорова и певица Ёлка Лиз, вопрос есть от слушательницы, которая зовут Анастасия Я знаю, что ты на него миллион раз отвечала Но Настя об этом ничего не слышала Поэтому всем будет интересно Я тоже, честно говоря, не слышал Она пишет В одной статье читала Лиза, что перелом в вашем творчестве Произошел после разговора с Примадонной нашей Салла Борисовны Пугачевой Что она такого вам сказала, после чего все пошло совершенно по-другому И пошло ли оно вообще по-другому? Ну, во-первых, пошло Во-вторых, просто там все так красиво накопилось Что ее слова оказались вот вишенкой на торте Последней каплей, как угодно это можно называть Я просто не очень люблю раздувать эту историю Потому что это как будто бы я, что ли, напрашиваюсь в друзья Или что-то в этом роде Я сразу хочу убегать Хотя слова признательности Ну, то есть чувство благодарности к ней невероятное У меня есть Но я предпочитаю о всех моих громких, больших и чистых чувствах Говорить человеку в глаза Вы знаете, однажды она изменила мою жизнь Вот это я очень не люблю И тем не менее, она действительно задала мне парочку резонных вопросов После которых Ну, то есть она умеет найти нужное слово Нужное слово, сказанное вовремя Вы знаете, как иногда резонирует И ты уходишь в себя Я очень не люблю эти состояния Когда тебе приходится уходить в себя Анализировать ситуацию Раскладывать все на атомы Выявлять ошибку Это сложная работа над собой Я очень ее не люблю Но она необходима каждому из нас Ну, то есть это был не щелчок, не молнии, да? Это пришлось уйти в себя Думать, анализировать Ну, это не щелчок Я уже была в состоянии раздумий Сомнений И терзаний И так далее И тому подобное Она просто подкинула мне дровишек еще туда Как она умеет Но она действительно очень сильная женщина И она... Слушайте Я... Ну, мне кажется Наших с вами пальцев на руках и ногах Не хватит Чтобы пересчитать тех людей Которым она помогла Одним всего лишь словом Я уже не говорю про какие-то действия Вот Потому что она действительно волшебная Она действительно за музыку И она умеет зажигать людей Это ее огромный талант Огромный талант Потому что один взгляд Одна фраза Она вселяет в тебя какую-то невероятную уверенность И ты расправляешь плечи И такой Я, может, что-то еще могу поделать в этой жизни У тебя тоже это все есть, кстати Я как-то чувствую, что я становлюсь увереннее и увереннее Слушайте, ну, я была бы рада Я была бы рада Смотри, еще вопрос Продумаете ли вы свой монолог между песнями на концертах Заранее или все идет спонтанно по ходу? Вот что пришло в голову, то есть сказала Ну, получается, что все равно у меня Я... У меня есть какая-то калька У меня есть темы, на которые я люблю говорить Перед определенными песнями То есть, ну, что туда в эту сетку сегодня уложится Я понятия не имею Какая история всплывет у меня в голове То есть там процентов Ну, от 50 до 70 абсолютно импровизация Но я никогда не продумываю заранее Вот сегодня я, пожалуй, нет Я вспоминаю какие-то дурацкие смешины из социальных сетей Я могу рассказать какую-то... Я очень люблю рассказывать про себя нелепости И внутрички, за которые мне иногда, кстати, потом прилетают Что артист, вы знаете, не имеет права Артист не должен, артист это артист И я, причем, тот самый артист, который уважает сцену И на все имеет право Прекрасно понимает, что есть, ну, что есть в рамке дозволенного Но! Когда ты рассказываешь о себе что-то очень человечное и понятное Это сильно расслабляет людей И заставляет их в очередной раз убедиться в том, что мы все очень похожи У нас у всех очень похожие переживания, истории Мы все попадаем в вот эти дурацкие истории То есть я вообще чемпион мира, мне кажется, по нелепостям То есть вот я профессионал Лиза, ты сейчас, у нас такой немножко дурацкий момент сейчас Нам надо вновь прерваться, но ненадолго И совсем скоро Мы вернемся? Конечно! Мы продолжаем наши разговоры У нас в гостях певица Ёлка Еще раз здравствуй, Лиза Друзья, напоминаю вам, что 8909-928-1-89-9 Это ватсап и вайбер, где вы можете задать свои вопросы Лизе И она с большим удовольствием на них ответит О, да И есть у нас сейчас вопрос Их миллион там Знаете, миг у девушки «Жизнь — это пение» А зовут ее Кристина Большой привет, Лизочки! Ждем в Иркутске Скажи, пожалуйста, почему ты так любишь черный юмор? Я очень люблю черный юмор Я в принципе, ну слушайте, кованщиков, вот бывших тоже не бывает Как и панков, та же самая история И еще в своем детстве мы занимались исследованием И расслоением юмора Для того, чтобы понимать, как это работает Потому что у этого тоже есть формулы Юмор можно создавать и прокачивать, как любую мышцу Поэтому всякий юмор мне дико интересен Я абсолютно уверена, что чувство юмора напрямую связано с уровнем интеллекта И, в общем-то, черный юмор, он очень правдиво показывает нам бытовую Нашу изнанку жизни Вот, поэтому я очень люблю американских, английских стендап-комиков Потому что там комедия уже на том уровне, когда они не просто выходят и говорят шутки А рассказывают свою философию, свои теории Альтернативные И они рассказывают истории, а они ужасно пошли Они страшно неэфирные Но они очень интересные Они очень интересные И там и юмор сквозь слезы И там и интересный подход То есть, да, мне всякий юмор очень интересен Слушай, я с тобой соглашусь, мне тоже кажется, глупый человек по-черному пошутить в принципе не сможет Глупый человек... Ну, давайте так Я считаю, что нету глупых людей, есть ленивые люди Это лень душевная Лень душевная Когда человек морозит глупость, он просто берет за основу какой-то шаблон существующий Шаблоны у нас для того, чтобы мы, поленившись подумать, взяли чью-то мысль себе за основу Поэтому ленивые люди ленятся подумать и шутят достаточно поверхностно Слушайте, а я все хочу к стендапу вернуться А наших стендаперов кого-то отличаешь особо? Ходишь вообще на стендап? Я слежу за нашими стендаперами Я всех... Ну, я всех, я так... А всех! Я не всех знаю, но ключевых я знаю У меня есть сейчас полюбимчики Шоу называется «Пора разбираться» Они очень смешные, они тоже не очень... Ну, то есть они не эфирные, это интернет-шоу Но они дико смешные Слушай, ну вообще, вот полчаса ты в студии отжигаешь всяким разным образом Ты говоришь на разные голоса, и у тебя и пунта мима, и сценки, и все Ты сама не хочешь вот прям быть, и как застендапить, и чтоб все вау Дело в том, что самые смешные истории, которые случались со мной Или которые я вдруг взяла и прознала В силу того, что я очень люблю сплетенки Я никогда не расскажу Никогда не расскажу То есть я из тех смешных старомодных сплетниц, которые... Я правда, я очень люблю Я иногда пошушукаться Вот это прям вообще мое любимое Но 99% всего, что я вдруг узнала Каким-то невероятным образом Я никогда никому не расскажу Поэтому все самые смешные истории, связанные в том числе с моей профессией Никогда мне не будут рассказаны Ну, кстати, друзья, за эфиром, когда вы нас не слышите или видите Мы этим занимаемся, потому что уже полчаса проявитесь Ну, конечно, да Лиза, вопрос от Александра из Москвы Спрашиваю, что приходится ли вам, Лиза, врать кому-либо? Говорили ли вы когда-нибудь неправду? И вообще, как относитесь к неправде? Я думаю, что говорила, да, конечно Ну, здесь сходу прям соглашаешься сразу Нет, я никогда не вру Вы, конечно, вру В смысле, во-первых, я очень много недоговариваю Очень много Во-вторых, я очень красиво всегда ухожу от прямых ответов на неудобные вопросы То есть, что это есть, если не та же самая завуалированная Ну, уклонение от ответа, это тоже в какой-то степени ложь Потому что ты не сказала ничего вообще Ну и плюс, я думаю, что, ну, конечно, да Конечно, да Слушай, так загадок много вдруг у вас образовалось Скажи мне, пожалуйста Лиза Ничего не понятно Лиза и Ёлка, это два разных человека? Или с годами ты уже потерял какую-то границу, она стерлась? Или ее не было никогда вообще? Не было никогда Не было никогда На сцену всегда выходит Ну, то есть, я Лиза и Лиза, и я Ёлка и Ёлка Всегда Ну, то есть, понятное дело, что Когда я нахожусь на сцене, когда я прихожу к вам в эфир Я раскрываюсь ровно до той степени, до которой мне хочется раскрываться Потому что Я очень хочется на сцене Не врать Как раз врать на сцене не хочется Но на сцене хочется быть лучшей версией себя Вот так было бы правильнее всего Потому что Хочется с людьми делиться тем хорошим, что есть тебе А вот с тем Ха-ха-ха Не очень Как-то разбираться самостоятельно Друзья, нам снова нужно прерваться Не хочется, но есть такое дело Поэтому вернемся к вам совсем скоро Напомним, что в гостях у нас сегодня К большому сожалению Давайте, может быть, как-то удлинить У нас там еще следующее интервью потом Давайте превратим это в бесконечность Как все это превратим Итак, у нас в гостях сегодня Ёлка Мы вернемся к вам через несколько минут Лучшее в стране Итак, это телерадиоканал «Страна ФМ» Здесь Влад Кутузов Который, как обычно, борется с проводами Валерия Майорова и певица Ёлка Слушай, огромное количество вопросов И вот то, о чем мы с тобой рассуждали вне эфира Как песня на тебя ложится Как ты выбираешь для себя музыку Спрашивает Наталья Что вы чувствуете, когда поете такие лирические песни Как «Колокол», «Удалей небесных», «Лиза лети» Остается ли грустный осадок Или наоборот вы чувствуете облегчение и осветление души? Ну, осадка не остается никогда Но эти песни, правда, на меня очень влияют И я очень плохая актриса Это неправда? Нет, я кривляка Это разные вещи Актриса, я не умею сыграть какую-то эмоцию Если я ее не проживаю И если я пою такую песню Я погружаюсь в это состояние Из него потом, кстати, достаточно сложно В считанные секунды выковыриваться Вот, поэтому я какой-то вот прям Какие-то секунды, правда, пребываю еще в таком состоянии Зато стопроцентно подлинные эмоции Да, да, да Поэтому, да, они на меня влияют, конечно же Я часто говорю на сцене, что до каких-то из моих песен Я искренне мечтаю однажды дорасти Лиза, спасибо тебе большое У нас сейчас заглючат все гаджеты, мне кажется Но это неприятное событие Ой, а можно я прям еще просто благодарность прочитаю и все Лизочка, я вас очень люблю Спасибо вам за клипы, за радость, за юмор За то, что вы есть Желаю вам здоровья и продвижения в бизнесе Передайте ей, пожалуйста Я передаю Кристина И тут даже, кстати, еще вопрос Елочка, спасибо тебе за твой позитив За песни Приезжай в Башкирию Приглашай С удовольствием Заодно меда с медовухой попробуешь Ну, меда точно Лиза, такой вопрос Дальше продолжаю Человек, ты в большей степени интроверт или экстраверт? Вообще, ты вспыльчивый человек или нет? Я не вспыльчивый совершенно человек Есть несколько тем, они очень ограничены Которые меня заводят с полоборота И я работаю над тем, чтобы они меня не трогали Потому что это свидетельство моей уязвимости Я это прекрасно понимаю Я экстраверт, интроверт, 50 на 50 Я очень люблю людей А вот, сори Да, я очень открытая Мне необходимо общение Мне необходимо блистать Если я выхожу в люди Я перетягиваю всеми способами Сознательно, подсознательно На себя внимание Мне прям, я блистаю Мы заметили уже Ребята, я сейчас расскажу Сейчас, в красках расскажу Вот И точно так же мне необходимо Потом обнуляться в абсолютном одиночестве Слушай, а вещи, ты можешь о них сказать? Если это лично, не говори Есть вещи, которые тебя вот из колеи выбивают Как ты говоришь Ну, кроме там плохого звука на сцене Это понятно На самом деле, я на плохой звук на сцене Не так уж болезненно реагирую А он у тебя бывает, кстати? Слушайте, бывают дико сложные площадки Дико сложные площадки Бывают дико сложные ситуации Самое главное Узнать сей факт чуть-чуть заранее Чтобы Вот Когда на сцене Ты просто можешь оцепенеть немножечко И собираться потом Сложновато прямо в моменте Ну и как бы практика Все практика И опыт Поэтому Если я понимаю Что сегодня будет сложная площадка Лизок Спокойненько Собрались на ощупь Как мы любим Умеем Нам ничего страшного Обаяние Включай обаяние Вот Поэтому я не Ну, то есть Выбить из колеи Полностью плохой звук Чуть-чуть иногда Разозлить может Но на долю секунды Никто не заметит А вот Есть вещи, да Которые меня выбивают из колеи Чаще всего Это Связано с Абсолютно Беспричинным Беспричинной Обозленностью людей Вот это меня иногда Ну, кроме шуток Других людей имеется в виду Да, да Я про Ты еще в метро не ездишь Я про Ну Я не про людей Которые встречаются в жизни Я про Все-таки Интернет Вот Про интернетик В основном Потому что У интернета Есть две стороны Медали С одной стороны Он дает тебе возможность Общаться абсолютно С любым человеком Который находится В любой точке мира И Теперь каждый человек Беспрепятственно Может тебе написать Что угодно И это как прекрасно Так и ужасно Потому что Очень многие Очень у многих Стирается грань И очень многие думают Что Можно пренебречь Такими базовыми вещами Например, как уважение Вот это меня иногда Очень расстраивает Прям расстраивает Я прям могу загрустить Да Ну нам же весело Хорошо Нам очень весело Лиза, мы хотим сейчас Посмотреть новый клип твой Да, ну давайте уже наконец-то посмотрим Который называется Мир открывается Прямо сейчас На телерадиоканале Страна ФМ Друзья, поехали Лучшее в стране Мир открывается Именно этот клип Ёлки Мы сейчас смотрели И слушали На телерадиоканале Страна ФМ Самая свежая твоя работа Слушай, ну у тебя потрясающе Идет красный Да, конечно Сказал Лиза, сидя в черном Ну и красный и черный Все идет Просто, да Он такой Он праздничный Он эксклюзивный Да, спасибо большое Лиза, вопросики есть Ну прям вот Человек уже много раз писал Лиза, хранишь ли ты все подарки Которые тебе дарят на концертах Например, плюшевые нерпы Опять же Да И письма, которые тебе пишут Ты читаешь ли их на самом деле Юлия из Иркутска подписалась Я, конечно, читаю У меня есть прям склад Всех этих трогательных записей Это так мило вообще Я, правда И бывают моменты Когда я приуныл немного И я какую-то записочку достаю Такую смешную Детским почерком Там я очень красивая нарисована Как правило В этом письме Это такое тепло Это такая настоящая любовь Она прям Они целебные Их можно прикладывать К душевным ранкам Слушай, ну а самые необычные Что дарили? Плюшевые нерпы? Ну вот больше всего Я люблю все-таки Вот эти вот подарочки Которые от руки написаны От руки нарисованы Вот Очень трогательно получать Плюшевые игрухи Учитывая то, что я достаточно Взрослый уже человек А дарят их, как правило, дети И очень искренне Я думаю, что отрывая от сердца И я каждый раз переспрашиваю Точно тебе не надо Может тебе нужнее, чем Нет Браслетики какие-то Ну это так Мило все Я не могу Лиза, слушай, много таких Ну вот личных вопросов Мне кажется, они интересные Лиза, вы прям всегда Разговариваете с залом? Спрашивают тебя Или все-таки иногда Нет настроения на разговор И просто говорите Типа пустые фразы Ну поднимите руки Я не слышу вас И так далее У меня нету таких фраз На концертах никогда Человек вроде никогда не был Почему-то Ну правда У меня Мне неловко Мне дико неловко Причем Слушайте Ну ведь как бы График рабочий Это такая штука Которая Он достаточно статичен И если у тебя стоит 14-го числа концерт То ты 14-го числа Приезжаешь И выходишь на сцену Вне зависимости от Ну если не брать Какие-то Боже мой Как это слово-то Форс-мажор Спасибо большое Ну то есть ты приезжаешь И выходишь на сцену Вне зависимости от того Как ты себя чувствуешь Какое у тебя настроение Но это тот случай Когда сцена диктует тебе настроение А не наоборот Ты выходишь на сцену Ты видишь людей Которые тебя ждали И по сути Им должно быть Немножечко Все равно В каком ты сегодня настроении Потому что Для них это праздник И ты Не заставляешь себя Кривляться И хлопая в ладоши Развлекать Лиза у нас 10 секунд Проникаешься ими Уже не можешь быть В плохом настроении Друзья Ёлка была с нами Сейчас Лиз Большое тебе спасибо Приходи пожалуйста Я целую вас хорошие мои Спасибо Пока пока Спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова